Всем добрый вечер! Мы рады вас видеть в нашем эфире НЛП ТВ. Добрый вечер! Вот, о чем мы сегодня будем рассказывать? О чем мы сегодня будем говорить? Да, Александра, Екатерина, спасибо, спасибо вам, спасибо всем, Татьяна. Вот, о чем мы будем рассказывать сегодня? Есть в НЛП... О, нет, давайте сначала... Давайте сначала не с НЛП, да? Давайте сначала про жизнь. Есть в жизни такая идея, как привнесение изменений. То есть, как бы странно это ни казалось, может быть, но большинство людей чаще, часто, хотят чего-нибудь в жизни изменить. Ну, как правило, конечно, улучшить вряд ли в лучшую сторону. Ну, улучшение же это тоже изменение, да? Да, изменить в лучшую сторону. А как получится другой вопрос? Да, соответственно, вот эта самая идея изменений, идея о том, что человек в своей жизни хочет что-то поменять. Вот, поменять он может хотеть все, что угодно на самом деле. Потому что там и старые навыки на новый навык, старое поведение на новое поведение. Одну работу на другую работу. Да, старую на новую. Да, там людей вокруг себя поменять, себя вокруг людей. Ну, в общем, множество. Вот людей поменять вокруг – это вообще самая любимая тема для людей в плане изменений. Это первое, что приходит в голову – изменить других. Да, чаще всего, конечно, он хочет их поменять, как это, прям в их же присутствии. Да, но об этом мы уже говорили отдельно на эфире про манипуляции и боевой НЛП. Вот, а к этому возвращаться не будем. В более редких случаях человек меняет других людей на других людей, вот таким образом создавая изменения. Но, как бы то ни было. То есть, для того, чтобы эти самые изменения можно было структурно создавать, чтобы можно было понимать, что, ага, вот мы там взяли что-то, да, сделали что-то, и что-то поменялось. То есть, для этого в НЛП существует большое количество техник, большое количество моделей, которые это позволяют делать. Вот, и одна из них, собственно говоря, с которой сегодня мы и познакомимся, да, пообщаемся, о чем мы порассуждаем. Есть такая штука в НЛП – модель SCORE. Вот, в те далекие времена, ну, собственно говоря, они недалекие, по-моему, вообще, почему-то было принято в, видимо, это в какой-то западной культуре делать так, чтобы аббревиатура чего-нибудь зубодробительного превращалась в какое-то слово такое, которое, ну, хотя бы читаемо, да. Вот, в данном случае слово SCORE – это, если я правильно помню, с английского счет или подсчет. Вот, а, собственно, расшифровка аббревиатуры. Она позволяет нам, ну, собственно, там 5 элементов, да, в этой самой аббревиатуре по количеству букв, как ни странно. Вот, она, собственно говоря, позволяет нам рассмотреть ситуацию цельно. И, кстати, нужно отметить, что техника SCORE – это одна из техник, которая сочетает в себе и терапевтический аспект, и коучинговый, да, потому что принято делить техники и НОПИ, да, и все остальные, там, что это терапия, поэтому это фу-фу-фу, там, этим нельзя заниматься коучем, или это коучинговая техника, а как же терапия. Вот, SCORE – это идеальная техника и для терапевтов, и для коуча. И вот сегодня как раз-таки разберем, почему. Давайте сначала вот о чем, да, чего, собственно говоря, в процессе изменения человеком мешает это самое изменение сделать. Казалось бы, чего проще, да, ну, ты просто начинаешь, там, делать по-другому, да, ты просто начинаешь жить по-другому, ты просто начинаешь реагировать по-другому. Казалось бы, все понятно, но наш, как это, наш замечательный биологически настроенный за тысячелетия инструмент, мозг, там, психика и все остальное, они, собственно говоря, имеют не то чтобы собственное мнение, но некоторые особенности. Так вот, особенностями, особенностями мозга, психики и всего остального существует, вот, является, точнее, то, что, то, что, вот, в том самом пресловутом круге обучения находится в самом конце. То есть, неосознанная компетентность. Когда человек, какой-нибудь, любой угодный человек занимается долгое время чем-нибудь, например, живет привычным образом. Вот, у него, вот это все, из чего состоит его привычное житье, бытие, оно тихо-мирно уходит в ту самую неосознанную компетентность большим, огромным таким конгломератом под названием «Я так живу». Вот, и после этого оно еще и немножечко исчезает. Немножечко исчезает из его, ну, как бы, как это сказать, из зоны рефлексии, там, из зоны осознания, ну, какие угодно можете слова, да, придумывать по этому поводу. Если изначально человек чему-то научался, он делал это медленно и осознанно, как только научился делать автоматом, и если ему задать вопрос «А как ты это делаешь?», будет ответ «А оно само как-то получается, да, я не знаю». И попытки понять вызовут затруднения у человека, потому что оно действительно, с его точки зрения, происходит все как бы само по себе. Есть по этому поводу такой замечательный анекдот, он как бы не совсем прямая аналогия, но, в общем-то, аналогий прямых не бывает в принципе. Вот, значится, в одной семье, да, там, живут себе, там, муж и жена, и вот, значит, жена, там, с некоторой периодичностью жарит мужу сосиски на завтрак, вот, при этом она, значит, берет, когда жарит сосиски, она берет сосиску и с каждой стороны отрезает, там, по полсантиметра. А после этого жарит, ну, и дальше все нормально. Не то, чтобы это было как-то там прям критично, да, но мужа этот вопрос заинтересовал. Она говорит, дорогая, почему ты так делаешь? Почему ты отрезаешь кусочки сосиски? Она говорит, я не знаю, я вот, ну, как бы всегда так делал, у меня и мама всегда так делала. Но тут уже стало же интересно, да, поэтому пошли, естественно, к маме. Вот, там, почему вы так делаете? Значит, вопрошают. Ну, такой, а я чего? Я не знаю, я, говорит, всю жизнь так делаю, у меня, говорит, вот, ну, моя мама. Мама, там, твоя бабушка вот так делала. Как-то и меня так научила, я что-то как-то привыкла и даже не знаю, почему так делаю. Вот, ну, там, благо бабушка еще жила. Ну, уже, правда, там бабушка такая. Вот, ну, по анекдоту, да, я ничего против не имею. И, значит, к ней приходит и говорит, типа, ну, чего, ты же расскажи, а это... Почему вот мы уже на протяжении трех, получается, поколений, да, обрезаем вот эти вот самые хвостики у сосисок? Она говорит, а вы что, говорит, до сих пор жарите, говорит, на той маленькой сковородке? Не влезает. Ну, то есть, когда-то давно, да, сосиска не влезала в сковородку, ее обрезают, все, с тех пор, если это достаточно долго делать, все, это становится паттерн. Когда-то давно, там, при организации, скажем, бизнеса, да, у человека, там, ну, чего-то не было или чего-то было, да, ну, были какие-то особенности, там, было помещение, например, ну, вот такое, что большой зал и комнатка поменьше, да, и, собственно, бизнес-процессы закрутились вокруг вот этого. Вот, и у человека, скажем, есть, например, там, маленькая хендмейт-мастерская, да, в маленьком вот этом помещении, там, маленький магазинчик. Магазинчик этот, в него ходит достаточно мало людей, да, там, не сказать, чтобы они приносят много денег, потому что, в основном, все там по почте, но приходят. И, собственно говоря, владелец, например, этого бизнеса, да, он привык, что у него есть маленький магазинчик, рядышком с этим складом, да, ну, не складом, там, с мастерской. И тут, значит, нужно расширяться, да, мастерскую нужно переезжать. Он начинает искать помещение новое. Какое помещение он ищет? Он ходит и говорит, а у него есть такое помещение, чтобы там, как бы, был такой большой зал, такой, как бы, непроходной, где-то вот там, да, ну, такой, ну, побольше такой. А рядышком, чтобы вот там, ну, как бы, к нему проходной, ну, там, несколько входов, а тут, чтобы я магазинчик маленький сделал. Ему говорят, а нет таких. Таким образом, человек под свой привычный стереотипный шаблон и мышления, и жизнедеятельности подбирает новые условия, которые, по сути, не являются принципиально новыми. Они, может быть, чуть-чуть масштабируются, ну, и, в общем-то, по своей сути, по содержанию они не меняются, да. Это вот, когда мы говорим о том, что, да, человек всегда себя носит с собой везде, да, и его цели, они тоже не выходят за пределы его самого, его восприятия. Поэтому, когда мы говорим об изменениях, да, и говорим об использовании техник, мы предполагаем несколько иной взгляд, да, возможность посмотреть иначе, с другой стороны. И, собственно говоря, плюс вот этого самого SCORE, да, плюс этой модели, этой техники заключается в том, что мы с помощью вот этих вот нескольких элементов, мы ситуацию как раз-таки декомпозируем. Вот теперь давайте уже по буквочкам и пройдемся, да. Первая. Буквочка S. Симптом. Симптом, да, английский симптом. Ну, там, он как бы может быть, конечно, и в медицинском смысле симптом, но скорее это просто текущее положение дел. Почему мы там вот сосиску эту самую режем, да, или почему мы ищем сейчас такое помещение. То есть сейчас мы ищем такое помещение, да, а их в городе нет. Вот у нас проблема масштабирования бизнеса, нет помещения. Вот в описании текущего положения дел может входить все, что угодно. И здесь как раз-таки мы уходим от оценок. Кто-то рассматривает свою настоящую ситуацию как проблему. И говорит, у меня вот такая проблема. И начинает ее описывать. Хорошо, тогда это он рассматривает как симптом. Но есть люди, у которых в целом все хорошо, и достаточно много таких людей, но они говорят, у меня все в порядке, но мне хотелось бы лучше. И мы тогда все равно эту ситуацию, текущую, как данность, когда вот это вот все хорошо, тоже ее описываем как настоящее, как симптом, с которым мы будем работать. Поэтому мы уходим от идеи хорошо-плохо. Вот у вас есть сейчас что-то вот так вот, и вы хотите это изменить. Это первое, да? То есть описываем текущее положение дел. Второе. В любом случае, да, у этого самого положения дел существует, существует вот та самая буква C, да, в этом коус, причина. Почему текущее положение дел вот такое? Да, с точки зрения психотерапии мы здесь можем уходить сильно-сильно далеко в прошлое, да, в детские психотравмы, в психотравмы бизнеса. Вот, детские же, да, в психотравмы бизнеса. Когда-то машинку отжали, а потом в 90-е еще раз отжали что-то, да, и сейчас. Вот, когда-то, да, когда-то что-то случилось, вполне возможно, что действительно там с первым бизнесом что-то случилось, и теперь человек вот об этом помнит и всегда вот это вот предусматривает, да. Уже там, например, там, ну, какие-то вещи, например, там давно уже не существуют в реальности, но человек до сих пор, до сих пор там держит какие-то там запасные варианты, да, там или что-то еще. Вот, не значит, что причина там не важна или не нужна, она есть. То есть просто вот в этом месте мы начинаем уже подходить к вопросу правильно. То есть вот у нас есть настоящее положение дела, вот у нас есть причины, мы их разнесли. При этом важно понимать такую вещь, что причина в сознании человека очень субъективна. Там могут быть какие-то вещи, которые он вам озвучивает, и вам вроде бы понятно, да, что, ну да, вот так когда-то поступил, или там жизнь, вот так там что-то произошло в жизни человека, поэтому у него вот сейчас вот так. Хорошо, допустим, но бывают такие причины, ну вот мне там кто-то что-то сказал, поэтому я сейчас вот так вот живу, да. Мне мама сказала поступать в этот университет, я поступил, и поэтому вот я сейчас сижу, а мне работа моя не нравится, я хочу ее поменять. То есть вот такие вещи, причины, они могут быть и в некоем далеком детстве, но они могут быть и в каком-то ближайшем прошлом. Поэтому ориентируйтесь на то, что приходит в голову конкретно вам. Вот как вы понимаете для себя, что стало причиной, которая привела к тому, что есть сейчас. Итак, разнесли настоящее и прошлое. Стало понятно, что ага, вот они ситуация когда-то тогда, да, с нее все началось, но тем не менее это прошлое. Вот оно настоящее, да, оно из этого выходит, тем не менее это настоящее. Двигаемся дальше. Хочется это чего? Ну то есть к чему мы дальше-то идем, да? Буковка О, Outcome, выход, желаемое. То есть, да, в случае, если это проблема, то, конечно, выход, да? В случае, если это задача, то там решение, то не важно. Это некоторое ближайшее будущее, да, относительно, которое мы хотим. То есть, от чего поменять, да? А на что новое, да? А как оно будет по-новому? Это вот те самые желаемые изменения в вашей жизни, которые вы хотите, чтобы произошли. И здесь есть тоже свой нюанс. Из настоящего человек, зачастую, очень быстро формулируя свое желаемое изменение, начинает себя ограничивать. А это невозможно, а если бизнес там, ну там, ну плюс еще одну комнатку к своему тому, который есть, больше я не потяну. Ну, то есть, у него там найдется много объяснений. И вот, когда мы рассказываем об этой технике, мы говорим о том, что когда вы формулируете свое желаемое изменение, формулируете его не из идеи, что вот у меня сейчас вот так и поэтому, а формулируете из идеи, как вы, в принципе, хотите, чтобы оно было при абсолютно идеальных возможностях. В этом месте как раз в технике скор возникает, возникает точка перелома. То есть, если мы ничего не делаем, если мы ничего не меняем, то у нас вот это вот наше там прошлое, настоящее продолжится дальше. Для чего мы декомпозируем? Для того, чтобы оторвать прошлое от настоящего, от будущего, да, от еще большего будущего. Для этого мы делаем. Поэтому говорим, окей, хорошо, сейчас так, да, было так, это понятно. Чего хочется, да? Каким должно быть будущее? Каким ты хочешь будущее? Давай там без привязки к этому, просто. Чего хотелось бы там по максимуму, да, или как-то еще. Говорит. Говорит человек, вот он сам, это молотком, нормально. Можно. Дальше, следующий, следующий сакс, да, следующее, что мы декомпозируем. Кстати, вот в этом вот месте, да, в желаемом результате, а как вам, если правильно хочу это слово сказать, outcome. 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 Outcome, да. Английская языка, сложная языка. Вот. Вот в этом месте, да, появляется, как правило, еще одна техника NLP. Мы о ней тоже несколько раз упоминали, там, в разных наших эфирах техника хорошо сформулированный результат. Она там тоже выясняется, да, что мы хотим. Да, она вообще зашита, да. Да, так вот, когда мы уже выяснили, чего мы хотим, да, следующий шаг, вот это буквка Е, да, эффекты. Отложенные последствия. Если вы этого достигнете, что будет? Да, с какой-то точки зрения, это и проверка контекста, это и проверка экологии, то есть нормально. Это тоже элементы, элементы этого самого ХСФ, да, хорошо сформулированного результата. Вот. И в том числе, да, в том числе это... Вот. В том числе это, конечно, и проверка, да, того, как это будет разворачиваться. Вот. Теперь, пожалуйста, обратите внимание на важную вещь. Вот. Мы берем прошлое, из которого следует настоящее, да, а вот мы берем некоторое желаемое ближайшее будущее, из которого следует, ну, большее будущее, да. Мы... Вот они, эти две траектории. Одна траектория – это как было, другая – как может стать. Они, вообще говоря, могут там не быть направлены в одну сторону. То есть одна шла вот сюда, да, если мы ничего не меняем, мы туда и пойдем. Но вот вторая, которая как бы может пойти вот сюда. Ну, там, это уже вопрос диаметрии, да, визуализации. Вот. Все. Вот они, две траектории. Одна нас устраивает тем фактом, что она есть, да, она проверенная. Вторая нас устраивает тем фактом, что нам так хочется и последствия нам нравятся. Вот когда мы так декомпозировали ситуацию, когда мы вот на элементы ее разбили, на прошлое, настоящее, будущее, там, эффекты, тогда вот и возникает, возникает идея о добавлении в настоящее определенных ресурсов. Это вот та самая пятая бухточка. R. Ресурсы. Чего нужно добавить в настоящее? Какой ресурс, сколько, чего надо добавить, да, чтобы вот эту самую траекторию сместить, изменить. Вот. И здесь, здесь мы, конечно же, ресурсы начинаем искать везде. Если это ресурсы внутренние, а чаще всего, чаще всего мы говорим в NLP, да, что хорошо бы найти ресурсы всегда для изменений, лучше бы ресурсы найти внутренние. Если мы находим ресурсы внутренние, ну, они там, ну, почти неисчерпаемы, да. Время, количество времени в день, да, в сутках, оно ограничено. Ну, вот, условно, внутренний свой собственный ресурс по поводу эффективности использования этого времени. Ну, он не безграничный, конечно, но там достаточно... Ну, уже гораздо шире, да, и мы можем управлять этим процессом. Потому что мы знаем, что, наверное, у всех людей в жизни бывали ситуации, да, с одной стороны, когда, там, за три часа рабочего времени люди успевали сделать, там, делать чуть ли не на два дня, да, а с другой стороны, когда за целый день люди успевали только чай попить. Ну, не раз, конечно, но тем не менее, да. Это одно большое дело. Одно большое дело, важное, конечно. Вот, то есть, это вопрос, вот, это внутренний, это внутренний ресурс, да, его проще. Его проще включать, и он больше нам дает эту самую гибкость. То есть, в качестве внутренних ресурсов мы, прежде всего, предлагаем рассматривать состояние, личные качества, возможно, навыки и опыт, имеющийся, полученные вот к настоящему времени, да, и его встраивать в настоящее для того, чтобы сместить вектор в сторону желаемого изменения. И вот здесь вот, ну, давайте, важным, важным моментом, да, является, является вот та самая идея декомпозиции, все-таки. Пока вы, ситуацию, в которой вы хотите произвести изменения, пока вы эту ситуацию раскладываете на элементы прошлого, настоящего, будущего, всего остального, подбираете эффекты, вот именно тогда вы эту самую часть вашей жизни вытаскиваете из вот того самого скрытого от нас, как он, забыл, бессознательной компетентности, да, из того самого, если угодно, бессознательного. Вы это достаете обратно и инвентаризируете. И в этом процессе у человека могут вылазить настолько неожиданные вещи, настолько странные, настолько вот эти вот идеи, которые когда-то были, значимые, а сейчас они просто вот, ну, уже, например, незначимые, да, вылазит настолько непредсказуемая экология, может быть, относительно, относительно вот, ну, движения, движения в будущее, да, эффектов. То есть у нас был как-то случай на тренинге, когда делали вот эту технику скоро в самом, что ни на есть, классическом формате на линии времени, вот, и, значит, человек проработал там прошлое, настоящее, поставил цель снять квартиру, жить отдельно, там, молодец, вот, и, значит, там, ну, по технике, да, по технике он должен там зайти в эту самую желаемую цель, он зашел, прочувствовал, да, я хочу, мне классно здесь, ничтяк, ну, хорошо, если это есть, давай, там, делай несколько шагов вперед, в эффекты, там, к чему приведет вот такое вот, как-то, типа, житие, да, в его случае. Вот, ну, значит, он там сделал... Житие отшельника, да. Да, сделал, ну, там, он не отшельник, он там планировал, да, ряд мероприятий, вот. Ну, и, собственно говоря, он сделал, там, пару шагов вперед, там, в некое предполагаемое будущее, постоял, и лицо такое у него стало немножечко удивленное. Он не допланировал мероприятие? Да, мы спрашиваем, а что такое, что там случилось в этом самом будущем? Он говорит, ой, говорит, ну, как-то, давайте, из песни слов не выкинешь, да, дословно он сказал, ну и срач. Ну, мы попросили, значит, уточнить, да, оказалось, что он в этом самом будущем не представляет, там, кто будет готовить, убирать, стирать и все остальное. Ну, раньше эти вещи, там, закрывались, понятное дело, родителями, да, поскольку он с ними живет. Вот, а тут, значит, вот. А тут, значит, оказалось, да, внезапно открылись, открылись вещи, которые, если бы, если бы технику не делать, то есть, это же не значит, что этого нет, да, это же не значит, что, что оно там вот так вот по волшебству реализуется. Нет, это все есть в голове. Если мы не проводим такую декомпозицию, мы не понимаем ничего, откуда следует, ну, сознательно не понимаем, да, что откуда следует, что к чему ведет, да, и что там, чем закончится. Этого мы не понимаем. Раз мы не понимаем, то внутренняя экология просто не будет позволять реализовываться желанием, да, потому что там внутреннее знание, оно есть, оно неосознанно, но оно существует, и оно будет управлять жизнью фактически человека. Поэтому человек будет по-прежнему думать, что он хочет жить один, но реализовывать не будет. И даже если реализует, потому что, казалось бы, от чего сложного в том, чтобы снять квартиру, да, ну, ничего, даже если бы он снял ее, внутренняя экология мешала бы ему чувствовать себя комфортно, да, то есть все равно как-то возникали бы какие-то проблемы. Ему пришлось бы столкнуться с осознанием, но, наверное, гораздо лучше осознать эти вещи раньше, да, скорректировать и построить изменения в своей жизни так, чтобы они, будучи реализованными, были реализованы в нужном. Ричард Бендлер говорил такую штуку. По сути, говорит он, мы, когда занимаемся решением проблем, ну, там, слэш-задач, да, мы понимаем, что это в сущности просто переопределение на проблемы, на задачи. Одно и то же, когда, каждый раз, когда у нас есть рассинхронизация между тем, что есть, да, и тем, что, может быть, это повод для техники НЛП, для техник изменений, ну, как мы это будем называть, да, типа там, а, вот есть хорошо, а у меня вот так, фу-фу-фу, это проблема, да, или, во, у меня нормально, но можно лучше, это задача. Это уже, это уже вопрос, как бы, вот, ну, кому как нравится, да, или кому как привычно, или как, там, или как эффективнее, не знаю, или как, там, приятнее для, для мозга. Ну, и суть. Каждый раз, когда вот такая вот рассинхронизация есть, когда возникает вот такой вот разрывчик, проблема ли это и задача ли это, Ричард Бендер говорит, что, работая с этим, мы делаем очень простую вещь. Мы детализируем. Мы детализируем проблему, уточняем ее, там, разбираем на детальки, до тех пор, пока она не перестанет быть проблемой. До тех пор, пока мы вот эти вот, откуда это, откуда это, что это, зачем это, с чем это связано, туда, тут, какие ресурсы, а вот эти, а вот эти, а вот так, а вот так. Вот именно это, именно вот эта вот, там, декомпозиция, именно вот эта детализация и позволяет, и позволяет, и позволяет, позволяет проблему вытащить, вытащить на осознанность, да, и там, где с ней можно начать работать. Не то, чтобы она перестала быть проблемой, но мы теперь можем с ней что-то делать. Вот в чем дело. Да, и в отличие от многих техник, споры направлены именно на вот нахождение согласования, на поиск вариантов перехода от одной реальности, в которой вы существуете сейчас, к другой, к той, которую вы желаете для себя. Вот, ну и чего, мы не будем сейчас, естественно, рассказывать, там, канонические упражнения с хождениями по полу, это вряд ли, там, интересно, да, и можно прочитать, на самом деле, где угодно. Давайте, мы просто вкратце, да, как эту технику можно для себя проводить. Вот, для себя проводить ее можно очень просто. Берите, там, несколько листиков, ну, там, не знаю, А4 пополам порванные, можно, можно, да, целиком А4, без разницы. И вы, значит, берете листик один и описываете, там, ставьте большую букву С вверху и просто можете описывать, что есть сейчас, там, что хорошо, что там не нравится, что еще. Просто описывайте текущую ситуацию. Не важно, чем вы хотите заняться, да, не важно, в чем вы хотите изменения. В бизнесе ли, в личной ли жизни, в каком-то своем поведении. Известны случаи, опять же, с наших тренингов, ни один и ни два. Когда, собственно, когда по технике скор люди бросали курить. Ну, то есть, просто, там, один раз прошли и все. А потом пишут, а вы знаете, я сделала вот это вот упражнение тогда с курением, говорит, на тренинге. И я, говорит, вот, и не курю, говорит, с того времени, уже, говорит, две недели, говорит, это что-то как-то... Вот. Поэтому, описывайте, что есть. Вот, прямо сейчас, на некоторые настоящие. Описывайте, описывайте, описывайте. Описали. Откладывайте листочек в сторонку, ну, чтобы вы смотрели на него, ну, берете другой. И описывайте причины. Причины вот этого всего. То есть, почему вот это все, да. Вот тут вопрос, тут вопрос, почему он вполне себе является полезным, да. Отчего вдруг так возникло, да, почему, что являются предпосылками. Давние, средние давности, неважно. Выписывайте их. Два листочка. Ну, оставляете их в стороночку. Все, убирайте, чтобы вы их не видели. Может, даже перевернуть. Все, берете, прям, чистый, свежий, новый лист. На это все не смотрим. И вы такие, все, давайте, все делаем, чего я хочу. И прям радостно пишем все, что мы хотим. Написали, мысленно в это вжились, подумали. Так, если все вот так вот прям будет, да. Как я себя ощущаю, да. Нормально я себя ощущаю. Добавить что-то, убавить, там, переделать. Как? Если нормально, если все нравится, хорошо. Тогда, значит, этот листик опять-таки отставляем в стороночку, чтобы мы его видели. И пишем эффекты, да. Вот если вот так вот будет, к чего это приведет, да. Что тогда у меня будет? Если там, если, там, если это изменение в бизнесе, да. Если это, например, укропнение бизнеса, что будет, к чему это приведет. А если в этот момент вылезать будут, например, экология, там, семейная или еще какая-то, там, или государственная экология, да. Да, запросто, на самом деле, когда мы эти техники делаем, вылазят, и государственная очень часто люди боятся, боятся изменений, достаточно серьезных, которые связаны с бизнесом. Если это не с бизнесом, если это по каким-то вашим делам, да. То тоже, там, изучение чего-то нового, обретение какого-то нового навыка, тоже к чему это приведет, да, чего, ну, чего это в жизни. И пишите, пишите, пишите. Смотрите на эти два листика. Вот с желаемым, да, и с эффектами, вы согласны или нет? Если нет, корректируйте желаемое, чтобы эффекты скорректировались. Научусь я делать табуретки. Вот, а потом всей родне придется эти табуретки делать. Ну, не очень экология, да. Или, там, знаете, тоже бывает, иногда слышали тоже от клиентов, что, а если я вот эту какую-то там свою задачу решу, это же будет значить, что я, там, ну, типа, молодец, и, значит, я теперь должен вообще все там делать круто, да. А я не хочу все делать круто, да, мне не надо все делать круто. Вот, здесь, опять же, мы вытаскиваем, в том числе, в этот момент вы вытаскиваете, вытаскиваете наружу, да, вот эту связь между, ну, председательственные связи, да. То есть, в том числе вы можете понять, что, ну, а почему я решил, что вот вслед за вот этим надо делать вот это. Нет, совсем не обязательно. Окей, хорошо. Да, как только вы осознаете эти вещи, вы начинаете просто примерять реальность своей жизни. А как вы хотите? Вот так, как вам пришло в голову, это то, что у вас автоматом вылезло, да, и вас сдерживает, вам мешает. Но если оно вылезло, вы его разбили, что вот здесь я буду эффективным, вот здесь я не хочу быть эффективным, вот это вообще, это не моя сфера, я туда даже есть не буду. И все, и мозг понимает, а, все не так страшно, все нормально, можно изменения запускать. Когда вы это посчитали? Когда вы это посмотрели? Смотрите на вот эти вот листики, которые желаемые и эффекты. Берете еще один листик и пишите вот те самые ресурсы. Что такого у вас должно быть? Что такого у вас надо бы, чтобы было? Какие ресурсы, причем, ну повторяемся, да, лучше бы, чтобы это было ресурсы внутренние, то есть там навыки, качества, там что-то еще, предпосылки. Так вот, чего, собственно говоря, да, какие ресурсы вам нужны для того, чтобы, вот тут внимательно, да, для того, чтобы вот это, такое течение жизни, да, такая траектория жизни для вас не являлась проблемой, для вас не являлась, ну как бы нормой. Что, ну типа, да, нормально, естественно, так я живу. Такой, знаете, как-то предпримерчик такой, а нет, давайте чуть попозже его как раз, хороший пример. Когда вы все эти ресурсы нашли, тогда, тогда ваша задача, уже на эти листики мы не смотрим, смотрим только на ресурсы, на листик с ресурсами и вспоминайте. Просто по каждому из них проходитесь и вспоминайте, когда в вашей жизни, ну причем желательно, чтобы, чтобы это было подальше, подальше в прошлое. То есть вспоминайте, что эти ресурсы у вас были, что вы их там предъявляли, что вы их использовали, что вы их ими, там, руководствовались, да, что вы их применяли, может быть, в других ситуациях, но применяли. То есть фактически ваша задача, эти самые ресурсы все найти в вашей жизни, найти в вашем прошлом. Скорее всего, они у вас все есть, потому что действительно за свою жизнь человек переживает очень много разных состояний и получает доступ ко множеству разных ресурсов. Ресурс уверенности, ну, там, в детстве смело, уверенно попробовала новую кашу. О, вот эта уверенность и смелость, там, начинать новое, это состояние ресурсов, да, состояние, оно полезно для того, чтобы сейчас изменения приносить, да, полезно. Это состояние вспомнить, ресурс у вас один уже есть, да, проходите с последующим. Какие еще нужны, когда они у вас будут в жизни? Вот, и, ну, давайте, может быть, какой-то ресурс, конечно, там, ну, маленький, да, может быть, он там, ну, плюс-минус. А давай так, пачка маленькая, пачка маленькая. Да, пачка маленькая ресурса, да. Вот, но, тем не менее, то есть, чем больше вы этих ресурсов найдете, найдете вы, вот, в своем прошлом, да, в жизни среди реализованного, тем ближе вы окажетесь к ситуации, как раз вот той, о которой я хочу рассказать, да, опять же, метафора такая небольшая. Вот представьте себе некоторого человека, некоторого человека, который ходит, ну, в какой-то странной одежде, да, давайте, давайте так, в мягко говоря, странной одежде. Вот, при этом у него есть, там, шкаф, да, где висит нормальная одежда, прям вот, ну, там, костюмы, рубашки, там, все дела, да, там, ну, не знаю, костюмы, свитера, то есть, там, куча хорошей, прикольной одежды, которая, вот, ему прям, ему идет, да, которая ему нравится, которая все хорошо у него. Вот, но он хочет, он уходит в вот это сфере рванине, да, и вот он в ситуации, вот, все есть. Почему ты так ходишь? Да, как-то привычка. Можешь пойти в другую одежду, да, могу, она же у меня есть. А почему ты ходишь? А я просто почему-то раньше ее не одевал, а сейчас могу одеть. Более того, я сейчас хочу одеть, потому что я же понимаю, что это вот мое желаемое, да, я же вот это теперь хочу. Просто раньше, раньше это у меня было, да, конечно, было, а почему не использовал? Да, что-то затупил, да, может, не хотел, может, затупил, может, забыл, там, неважно. Главное, что оно у меня есть. И тогда вот, тогда вот, вот этот вот переход, да, мы фактически создаем вот такое вот, ну, как-то, некоторую вариативность в прошлом мы создаем, которая позволяет быстро переключить себя. То есть, не из идеи о том, что там у нас вот она там привычка, 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 а тут мы теперь давай с собой бороться будем. Нет, никакой борьбы. Просто есть, у нас есть два... Вот сейчас я, как бы, пример-то приведу, да, но рискну, рискну, наверное, что-нибудь неправильно сказать. Вот, ну, меня, может быть, поправят. В книгах, в книгах позднего, позднего Карлоса Кастанеды, там, где он описывает такую штуку, как Тенсёгрити, вот, там какие-то магические пассы по изменению жизни, там есть такая метафора – бороздки, бороздки мира, ну, то бишь, некоторые траектории, по которым мы двигаемся. И вот там, как бы, в этой метафоре есть идея, там, с помощью хитрых, хитрых, там, плясок с бубном, да, ну, точнее, без бубна, перескакивать с бороздки бедности на бороздку богатства, например. Ну, такая идея. Вот, вот, вот это, да, вот похожая, похожая мысль, похожая идея. То есть, как если бы у нас параллельно идёт две жизни. Одна, значит, в которой мы можем вот так, а вторая, в которой мы делаем вот так. Обе они равнозначны, обе они прекрасны, обе они нормально у нас в голове, там, ровно улеглись, мы для этого технику делаем, да. И вопрос только в том, чтобы мы сказали, окей, хорошо, теперь я больше так не буду, буду вот теперь вот по этой схеме действовать. Для этой схемы всё есть. Для этой схемы я знаю куда, чего, зачем, с помощью чего я могу переключиться очень быстро. В этом фишка. Да, всё в нашей голове. И прошлое, и настоящее, и будущее, и ресурсы, и ограничения, и возможности, всё, оно находится в одном месте. Вот, поэтому вопрос только в том, как этим воспользоваться. Да, ну, тоже аналогия, там, переключение, как вот, я даже поняла, что я не вспомню, как эта штука называется. Когда поезд идёт по одному направлению, а потом там переключают. Да, вот, нужно перевести стрелки. Да, вот. Татьяна, про ресурсы точно и практично. Да, более того, мы сейчас про них просто сказали, что вам нужно, да. Там, там, в НЛП у нас есть 12 штук различных вопросов для поиска этих самых ресурсов, внутренних, ну, и не очень, да. И более того, ну, есть, в том числе, есть ещё и паттерны работы с внешними ресурсами. И вот сейчас, ну, как раз, мысль такая возникла, что, наверное, следующий эфир мы, наверное, сделаем как раз-таки про поиск ресурсов. Да, наверное, действительно, это было бы интересно, да. Как вам, если мы сделаем такой эфир по работе с ресурсами? Ставьте плюсики, те, кому хочется услышать, да ресурсы. Ну, по крайней мере, мы будем понимать, там, для вас это интересно, актуально, поиск ресурсов, работа с ресурсами, создание ресурсов. Да, ну, мы, наверное, в любом случае это сделаем. Правда, если вы нас там отговорите, вот. Ну, что, про, про, про скоро, наверное, тогда уже всё получается. Если какие-то вопросы есть, то вы тогда пишите. Там, да, там немножечко, чуть-чуть назад, да, там были, были вопросы, были, были вопросы, да, на тему того, что там, да, нельзя изменить людей, можно изменить их отношения к ним. Да, действительно, действительно, гораздо проще изменить действительно отношения. Там, второе по сложности, по простоте, да, это изменить человека на другого человека, поменять человека на другого человека, да. вот там еще более сложно это себя изменить да и совсем капец сложно это другого изменить но опять же особенно если он этого не хочет да здесь опять же здесь я только опять могу отослать к к нашему нашему эфиру нашей записи про боевой нлп и структуры манипуляции вот а заодно книжкам заодно книжкам тимоти лирии деструктивные психотехники деструктивных культов вот еще там была какая-то одна книжка я не помню подойти есть такой был точнее эксперимент китайцы китайцы экспериментировали с американскими военнопленными там был так прям очень хорошо у них проработанный комплекс мероприятий по как такой перепрошивки мозга с демократией на коммунизм очень интересный эксперимент очень прикольный прям там там была целая целая техника разработана каким образом они действительно ломали ломали сознание человек но это естественно это вот не вот так да то есть там вы почитайте найдите почитайте я вас уверяю это интересно да вот если вы когда будете китайцам и к вам попадется американец вы уже знаете понимать что ну что тогда значит на сегодня все с изменениями с изменениями используем а вот да еще тоже моментик собственно говоря да то о чем юлия говорила в начале вот вот это самая техника скоро если мы в большей степени если мы в большей степени ковыряемся с прошлым если мы там побольше в него уходим если мы не сильно концентрируемся на желаемом будущем а выбираем все из из-за чего из-за чего из-за чего из-за чего то мы начинаем быть очень близки к психоанализу вот где мы действительно можем вот эти самые шаблоны тоже тоже разрушить с помощью с помощью тех же самых ресурсов если мы начинаем как бы забивать на прошлое например там куда беда симптомы описали и фиксим давайте там давайте о будущем да давайте там эти как-то успешный успех да там эффективная эффективность у сторону и если мы сразу там очень быстренько чего хочешь там к чему большему давай дальше 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 то мы фактически мы тоже ресурсы потом найдем под это да но мы мы получается в такой ситуации мы переходим ну практически в коучинг вот они где половины а вот она и ну пи которая там ну не 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 отрицает то что люди все-таки из прошлого к нам сюда пришли даже включая нас да вот вместе с тем понимает что идем там и будущее что у нас есть ресурсы вот и поэтому как бы вопрос вопрос только в балансе да чтобы мы вот действительно действительно в балансе работали с человеком достаточно цельно тут проверили тут проверили тут добавил и все наладилось мы работаем со структурой и человеку когда проще понятнее и быстрее он может запустить изменение когда все логично когда простроено видение есть причина следственные связи и они формируются именно так как нужно чтобы они были сформированы то есть управляемый является этот процесс а ну это здорово да собственно говоря мы за это и видим за систему ну что тогда тогда вроде бы как все да ну что тогда я проверю андрей да вот еще проверять если вопросы да да классный комментарий про баланс психоанализ да да спасибо спасибо что замечаете такие такие штуки да татьяна действительно можно изменить другого вопрос цели и ресурсов это потрачено да как правило там действительно ресурсов нужно много вот ну что вот это так ну что ж спасибо спасибо нам спасибо вам вам больше спасибо чем нам рады были видеть вас да ваши комментарии для нас всегда важны обратная связь мы всегда ее отслеживаем вот и ждем вас в следующий четверг в 19 30 как обычно но в любом случае мы проанонсируем подписывайтесь на наш канал будем рады видео видео обычно мы выкладываем потом там обрабатываем уже и выкладываем выкладываем в ю тубе да все видео там доступны вот ну и да и действительно действительно до новых встреч до новых встреч в эфире и ну пить и самые полезные сети в мире совсем всем до свидания